Предложения руки и сердца, спортивные открытия, трудовые успехи, новые знакомства и море эмоций. Все это и не только на всероссийском слете студенческих стройотрядов в Якутске. В год 50-летия движение в Якутии, столице республики, впервые приняло более двух тысяч бойцов, командиров и комиссаров студенческих стройотрядов со всей страны. О том, как это было, расскажет Марьяна Кутукова. Студент третьего курса Андрей Мажаров на слете представил город Томск. Хотя родился и вырос в Якутске. Он комиссар студенческого стройотряда «Каникул» Томского политехнического университета. Ребята являются победителями всероссийского проекта студенческой стройки «Космодром Восточный». Я, получается, сам был в прошлом году тоже на слете, только он был в Новосибирске. И когда узнал, что следующий слет будет в Якутии, то я, конечно же, очень обрадовался. То, что Якутия стала принимать у себя слет, это очень большое и колоссальное вложение в развитие стройотрядов Якутии. Для участия в слете в Якутск приехали более 1300 участников из 74 регионов России. Кто-то приехал в Якутию впервые, а кому-то уже здесь удалось поработать. В Якутии у нас этим летом трудилось 50 человек на ЕГРС-2 из нашего университета. Остались очень довольны этим летом. Действительно, регион достаточно удаленный, очень был интересный объем работ. К слову, эти ребята – представители Центрального федерального округа по итогам слета второй год подряд стали победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства «Труд-крут». А вот в третьей спартакиаде в общекомандном зачете выиграли спортсмены Приволжского федерального округа. Отмечу, что в этом году впервые прошли соревнования по масс-рейтлингу. Национальный вид спорта с этого года вошел в список обязательных дисциплин. Самым ярким событием слета стало открытие памятника. В России это 10-я по счету скульптурная композиция, посвященная бойцам студотрядов. Ребята, скажите, пожалуйста, что для вас значит открытие этого памятника? Открытие его памятника в Республике Саха-Якутия означает… Ну, это дань всем бойцам, ветеранам студентских отрядов Республики Саха-Якутия разных годов. Мероприятие, которое мы проводим, прежде всего это большое доверие студентской молодежи России, что это в Якутске, это дань уважения нашим строитрядовцам. Студентские строительные отряды в Республике имеют свою историю. Каждым годом, в последние годы набирают свой оборот студентские отряды. Они решают много вопросов, которые связаны, прежде всего, с решением экономических задач, при том не только в пределах Республики Саха-Якутия. Это мой уже третий слет по счету, но могу сказать, что Якутия на самом деле очень сильно впечатлила организацией, площадками. Если сравнивать с другими слетами, то очень сильно впечатлило само открытие, то, что показали именно культуру Якутии. Вот так в Якутске российские студенческие строитряды подвели итоги 58-го трудового сезона. Закрытие слета не обошлось без сюрпризов. Я хочу задать тебе вопрос. Блин, ты выйдешь за меня? Да. В следующем году участники всероссийского слета студенческих строитрядов встретятся в Ростове-на-Дону. Марьяна Кутукова, Владимир Павлов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.